Можно сказать, резидная карточка нашего театра. Это великий спектакль, который был поставлен сначала в 1940 году Николай Павлович Акимов, а теперь уже много лет идет на нашей сцене в постановке Татьяны Казаковой. И, конечно же, все артисты знают. Ни для кого это не секрет, что во время жарких, горячих, страстных репетиций Татьяна Сергеевна часто теряла очки, а мы их находили. Когда теряешь очки, это, конечно, неприятно, но вместе с тем это приятно, прекрасно. В сумерках вся эта сцена представляется мне не такой, как обычно. Вот. Этот актер. А нет, не актер. Вот актер. Не актер, а талант. Я влюблена в него, и он сам, сам играет все то, о чем я только еще подумал. Он не один, конечно. Таланту не полагается выйти одному. Ему нужен партнер. А, вот, русский. Это не русский. Это герой-любовник. Он холоден, спокоен. Его сердце стучит ровно, как маятник. И говорит он свои реплики вархатным голосом. Ведь не даром он герой-любовник русский. Чай, чай! Здравствуйте, Сергей Игоревич. Прелесть всех этих выгонок в том, что стоит мне надеть очки, то все опять надо будет репетировать. Простите меня за это? А у меня. Вы не просите прощения. Вот просите, судя, мы сами виноваты, что приходите, стоите тут уделить. А я подслушивал. Нравится моя ховенность? Артисты народ прямой вам должны понравиться. Вот и говорите, что вам нравится моя ховенность. Ну скажите, я вам нравлюсь. А не отвечайте. Скажете, да будет презирать, скажете, нет возненавидности. Боже мой, кто это? Кто это? Юлия. Примадонная театра. Юлия. Неотрасимая, блистательная, но такая злая. Что? Может, вы посмотрите, я уже представлюсь. Не буду, не буду. Жан Заневский. Читали мои статьи? А, да, да, читали. Да? А что именно вы читали? Я хвалил и не ругал кого именно? Нет, я просто читал. Все ваши политические и политические статьи. Взящие в газете «За речкой тут». А, тушу. Все, я не учу. Да? А не имеют успех? Да. Я не учу. Люди читают. Мне нравится, но всегда тут недоволен. Вырубаешь театр, а он недоволен. А я хочу нравиться всем. Я хочу найти секрету на успех. И ради этого я готов на все. Вам понравилась моя храблинасть. Скажите, я вам нравлюсь. Идемте, идемте. Мы же пришли к актеру. Актеры. Я еще нас ранен. Да, да, да. Я предупредил, господина актера, что я зайду. На что? Ваш за флит. Говорил вам, что я просто... Идемте, идемте. А вы, блистательная Юлия, опять ошиблись театра. Мне кажется, я пришла как-то сюда, куда следует. Вышли ко мне, потому что я заканчиваю встречу про вас. Про вашу роль. Я еще не закончу. Что там? Она понравится. Вам не понравится другим актрисам? Да, черт с ней. Я начинаю так. Она только вышла. И все поняли. Блистательная. Хорошо. Выршит. Хорошо. Лучшая. Лучшая чесарная. А это скучно. Самая лучшая. А вот они хорошо. Жалко напишу. Юлия, пойдемте. Пойдемте. Простите, а что вы там читаете? А, это да. Не надо, не надо. По-никим скрытным артист. Работаешь в этом театре, значит, читаешь книгу о вашей королеве Татьяне Шестой Великой. Дайте мне ее. Простите, я сам нашел только до конца 16-го. Простите, дайте мне ее. Я должен сдать его все в первую. Я хочу власти, почета, богатства. Ведь я Жан Саневский. Имя, которое известно всему Петербургу, даже по Петербургу, всей стране. Должен служить простым редактором. Вы, ты, лично, гностный гостью. Вы понравились в этой реальности? Людям, я вам рада. Вы здесь сегодня все очень понравились. Правда? Вы знаете, когда они уходят сразу? Да, точно. Пойдемте, Юля. Пойдем. Дайте мне ее. Я не могу. Я хочу написать статью об этой книге. Ой, не могу. Я вознесу вашу королеву. На ней досягаем высоту. Должен вы в таком случае. Дайте мне ее. В таком случае, конечно, пожалуйста, пожалуйста. Ради нее я готов на все. Конечно, пишите. Я буду очень рад. А с вами мы еще увидимся. И не радуйтесь. Прежнее времени. Чай, чай. Денис Саинс. Александр Розеев. А мы приглашаем на сцену с наречью нашего театра.